Всем привет, друзья! Привет с вас на канале Роман Криптамэн. И сегодня у нас будет новый видеоролик по проекту и игре Wild Forest. А именно, ребята, сегодня я вам покажу свою колоду и покажу свои стратегии для того, чтобы выигрывать в данной игре. То есть мы с вами внутри игры будем проходить, можно сказать, бои, в которых я вам буду показывать свои стратегии. Я надеюсь, что видео вам понравится. Ну а мы начинаем! Итак, ребята, сейчас мы перешли к их статье, где мы разберем кучу крутых их юнитов, которые готовы объединиться, ну и участвовать в битвах. А именно, ребята, сейчас мы разберем именно юнитов первого уровня. Первым идет у нас фехтовальщик. Это сильный воин ближнего боя, у которого большой запас здоровья, но маленький урон. Но также у этого юнита есть броня. Стоимость маны у него всего лишь 5. Движения у него идет по земле. Тип у него, естественно, ближний бой. Массового какого-то урона у него нет. То есть он идет просто по одному врагу. То есть вот черт, это атака на земля и щит. Скорость атаки у него нормальная, 1,4 секунды. А также скорость движения у него тоже нормальная. А дальше мы перейдем сейчас с вами к лучнику. Вот, идет у нас лучник. Это юнит уже, как мы видим, дальнего боя с высокой скоростью атаки и уроном. Он не очень быстрый, с низким здоровьем. Он легкая добыча для быстрых и бронированных противников. Но лучника в основном можно ставить, то есть, как вы понимаете, сзади и нападать исключительно там на башне, например. Например, фермы очень хорошо лучниками можно бить. И также враги иногда не замечают их, когда нападают на вас. И вы можете со стороны лучниками убивать их юнитов. Он входит, естественно, тоже в первую ливу. У него есть также атака по воздуху. Помимо того, что он по земле бьет, он будет бить по воздушным целям. Стоимость маны у него также 5. Скорость атаки не высокая. Он каждую секунду наносит урон. Вот. Но скорость передвижения у него медленная. Переходим сейчас к копейщику. К копейщик это считается уже сильнейшим, можно сказать, юнитом. У него идет нижний бой с проникающим уроном. Он хорош против бронированных врагов и зданий. Вот. Но у него медленный удар. То есть, у него удар занимает 2,5 секунды. Вот. При этом у него также нет брони. Но урон у него очень большой, как для юнита первого уровня. Вот. Черты атаки у него атака на земля, также пронзающий урон. Стоимость маны всего лишь 7. И видим, что скорость движения у него также нормальная. Итак, ребята. Сейчас мы переходим в игру. Заходим здесь в бой. Я вам буду показывать, по какой стратегии я здесь играю. Ждем сейчас противника. И будем начинать. Видим, что у противника есть медведь четвертого уровня. То есть, у него есть один перк, который сильнее, чем у меня. Итак, начинаем. Сразу же я строю, естественно, военную базу. Вот. Чтобы сразу набирать юнитов и расставлять, как видите, захватывать больше территорий. Параллельно я отправляю первого тоже захватывать. То есть, я вначале захватываю две боковые территории. При этом я докидываю лучника на помощь своим перкам, чтобы иметь атаки сдалека. После чего уже строю ферму и, опять же, строю военную базу. Чем больше перка мы сможем нанимать, тем лучше. Здесь мы строим башню, как видите, потому что вот у них атаки лучник к нам зашел. Вот. Но, опять же, мы его легко убиваем. Не знаю, к чему был этот ход у противника. Далее я строю, как вы видите, второго уровня уже свою военную базу. Также я буду делать больше ферм и отправляю вот еще лучника на защиту. Вот, ребята. Когда вот темно, да, как сейчас, то я стараюсь прокачиваться как можно быстрее. Чтобы противник это не заметил. И обязательно, видите, прокачиваю башни. Так. У него, мы как видим, есть две фермы, как минимум. И еще на вот этой территории что-то построено. Ага, построена башня и тоже военная база. Но, как видите, он построил их тоже много. Но у него башня всего лишь первого уровня. Поэтому ее можно атаковать. Я не забываю, кстати, ребята, про лису. Лиса очень хорошо бьет сдалека. Очень хорошо. Вот. А волк сблизи добивает в итоге врагов по несколько сразу. Вы только что заметили, как я с трема юнитами справился всего лишь с двумя. При этом не потерял даже половины хп. Поэтому, ребята, это очень и очень крутая стратегия. Ставите сдалека лису. При этом отправляете волка в атаку. Возвращаетесь с ним назад. И пока возвращаетесь, лиса будет убивать противника. А учитывая урон лисы, это просто очень имбовая стратегия. Вот. И далее прокачиваем уже на всякий случай встреч военную базу до конца. Больше, чем три военной базы, я думаю, здесь не пригодится. Потому что это и так уже очень много. И вы можете, то есть, расположить свои войска на трех уровнях. То есть, вы видите, пока я с одной стороны его очень сильно добиваю, у меня с другой стороны собралось уже немаленькое войско, которое я могу направить. И в то же время я могу добавить войско на эту линию. Вот. Мы убиваем уже их башню. Сейчас мы уже будем добывать их ферму. И при этом строим свою башню. Все. Это уже, ну, вы понимаете, тут уже противнику просто конец. Я уже здесь точно не проиграю. Тем более, что я добиваю его уже вторую сторону. Вот. Теперь мы разбиваем его военную базу. Опять же, помогая при этом лисой. И вот таким образом добиваем ему еще одну. Он попытался перестроить, как мы видим, на башню. Но это просто, ну, бессмысленно уже. Потому что я даже уже сейчас башню ему ранил очень сильно. Вот. А далее, ребят, мы уже накидываемся до конца на его базу. Он уже решил выпустить медведя, но слишком поздно, слишком. Вот. Поэтому идем добивать его базу. Просто-напросто. Медведь его уже не спасет. Вот. Тут уже без варианта. Я прокачаю также ищу башню до второго уровня. Вот. И дальше его уничтожаем. Диму базу. Мы видим, что у него уже два медведя, но один уже, ну, там осталось буквально один-два удара. И он уйдет на покой. Вот. Диму, он, конечно, держит оборону. Но это уже бессмысленно, ребят. Тут в любом случае будет победа. Тем более, если я ему сейчас снесу саму базу, то это вообще уже будет без вариантов. А он даже не добил мою лису. Ну все, ребят, тут уже без вариантов. Тут уже у него ноль шансов просто. Все-таки выпустил медведя, но уже поздно его база сейчас будет уничтожена. Вот, еще не забывайте про мою башню, которая почти стесла все хп медведя. Вот и все. Ну, тут уже лучше добивать исключительно его башню, вы видите сами. Будем добивать его башню просто-напросто. Уничтожать, так скажем, полностью его базу. Ребят, поэтому обязательно скачивайте эту игру и играйте здесь. То есть, потому что здесь вы сможете очень сильно развиваться. Потом вы сможете зарабатывать на юниты, продавать их и так далее. То есть, очень большие перспективы у игры. И посмотрите просто, в общем-то, сейчас на мир крипты, да, на NFT, какие игры сейчас предоставляют остальные проекты. Ну, это просто, как вы сами понимаете, не тот уровень. Тут Wild Forest очень крутая игра. И это действительно очень интересно. То есть, даже в Аксинфинте не настолько интересная и классная игра, как у Wild Forest. Это намного, то есть, лучше. Вот, и намного проще здесь даже начать играть. Ну и все, ребят, мы добили. Добили полностью нашего противника. Получили 15 очков чести и остальные награды. Вот такой стратегией я пользуюсь. Также, ребята, сейчас хочу вместе с вами открыть сундук. Давайте посмотрим, что мне выпадет. Ай, 52 монеты и карты. Также, ребята, не забывайте, как обычно, подписываться на их Twitter. Я об этом говорил уже и не раз. Здесь выходят очень крутые новости. Про AirDrop, различные обновления, ивенты. Причем, ребята, здесь действительно выходит очень много крутых ивентов, анонсов, ну и куча разной информации. Вот, к примеру, вышла информация у них в Twitter про распределение чемпионских скинов. Видите, пост вот сколько просмотров собирает, потому что люди следят. Ну, как вы понимаете, информация выходит здесь очень крутая. Вот. Ну и просто, если вы хотите помочь проекту, то вы можете здесь им поднимать актив, то есть лайкать, репостить для того, чтобы проект развивался и популяризировался. Вот такой у нас вышел видеоролик, ребята, по проекту и игре Wild Forest. Разобрали мы здесь их юнитов, то есть каждого юнита. Я вам показал свою колоду, а также показал свои стратегии для побед в игре. Надеюсь, что видео вам понравилось. Если это так, то ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Переходите также на их Discord, сообщество, подписывайтесь туда. Там, если у вас будут какие-либо вопросы, вам могут помочь модераторы админы проекта. Ну и также подписывайтесь на их Twitter. Ну а я желаю вам удачи. Всем пока!